Все, кому по душе рыцарские сражения и девиз «разудись плечо, размахнись рука» на несколько дней погрузились в историческую эпоху. В столице прошел уже 13-й международный чемпионат по средневековым боям Кубок Динамо-2018. Лучшие мастера реконструкции и рыцарских поединков съехались в Москву со всего мира, даже из таких стран, как Новая Зеландия и Аргентина. У нас в подгруппе, вот вы можете видеть, например, сборная Аргентины, которая никогда никаких особо подвигов не показывала, вот уже ребята гораздо выше дерутся, лучший уровень становится постоянно, то есть конкуренция все выше и выше, все становится тяжелее и тяжелее. Кубок Динамо – это прежде всего исторический вид спорта со своими правилами. На ресталище идет рубка, мало чем уступающая средневековым баталиям. Главное отличие лишь в том, что у современников оружие не заточено. Здесь также бьют в полную силу, благо от тяжелых травм защищают доспехи и не гнушаются нападать со спины, разрушая мифы об эпохе благородных рыцарей. Если уж тут углубляться, то рыцари тоже не были такими джентльменами, как они предполагают тут все сейчас и романтизируют их образами. Это победа, это спорт, ну если для спорта так нужно, и я в общем не испытываю никаких моральных мук, пробивая кому-то спину или толкая или что-то подобное. Исторический средневековый бой – это боевой вид спорта в стальных доспехах. Рыцари сходятся в поединках в броне 14-15 веков. В ход идут средневековые мечи, топоры и алебарды. Вся экипировка – точные аналоги реального исторического вооружения. Мастерство участников уже достигло такого уровня, что здесь есть даже команды, в состав которых пробиться так же непросто, как и в профессиональном спорте. Есть сейчас школа исторического средневекового боя. Это новый проект, который в том году стартанул. Куда может прийти любой желающий. Есть то, что было до этого клубы, вот исторического средневекового боя. То есть, ну, либо по клубному принципу, либо по принципу школ происходит отбор. Ну, люди занимаются, соответственно, как-то в основной состав переходят. Там сначала во второй, в третью. У нас здесь от нашего клуба 8 команд из 46. Суровые мужчины, жесткие баталии и лязг металлов. Все как на настоящем побоище. Уйти с ратного поля удается не всем. Но даже в такой ситуации каждый участник сражения, как и подобает настоящему рыцарю, должен достойно покинуть аресталище. Олег Ишуткин, Дмитрий Иванов, ТЭФ-ТВ.